купила вот сбежали все на балкон светонепроницаемые несмотря на то что в питер считается северной столицей дождливым городом у нас постоянно стоит жара и когда на балконе светит солнце просто невыносимо жарко у меня даже там уже парник образовался и все прет как на дрожжах но из-за этого парника и в доме становится жарко поэтому надо что-то как-то закрывать они по моему полное затмение что тут написано рулонная штора света непроницаемая и не надо ничего сверлить то есть я так понимаю это просто на клей ну как мы будем делать и как оно все будет выглядеть дальше расскажу и покажу позже пока такой приятный бирюзовый цвет и белое покрытие задней стены которая не пропускает свет так что будем сидеть в темноте и в холоде покажу у меня остались рулонные шторы от прежних хозяев такие бежевые уже такие потрепанные 1 вообще отпала здесь нету уже шторы та тоже вон упала поэтому надо сделать что-то новенькое вот такой вот у меня тут дендрарий уже все цветет и пахнет вон помидорище какая вымахала даже цвет набрала уже приходится шампурами подбирать как в парнике все тут у меня веночек какой-то не знаю зацветет он или нет это все из лондонских семян которые я сажала еще на карантине когда приехала из лондона села на карантин тут у нас еще свет набирается или нет не видно а вот наверно будут вот эти это не знает а мама что-то с полей принесла пока с джелой гуляла где-то что-то нашла видимо и листики такие нравятся а может быть это какое-то растение которое ей нужно не знаю стоит у меня растет такие вот у меня тыква вот тут еще мамина цвет набирала набирала и так вся изгнила от жары ну и настурция вся разрослась с одного горшка все у меня в разные стороны и мой любимый подсолнушек который скоро может быть зацветет тоже на шампур его прикрепила посмотрим как она будет это тоже завел можно отдирать такой вот у меня дендрарий на балконе а да еще вот укропчик у меня тут с петрушечкой растут самоличный огород лучок петрушка кое-где еще шпинат остался листики все отсюда рву и в салатик крошу итак сегодня я разбираюсь с этими рулонными шторами которые мы купили blackout inspire inspire это вдохновение вот blackout попробуем сегодня повесить хотя бы на одно окно полностью затемняет весь свет и без дрели что очень хорошо но что-то мне не верится что вот на этих липучках будут они хорошо висеть ну ладно эти которые на окна они на крепеже идут на кронштейны вот такие я уж тут по половинку собрала вот по такой инструкции сижу разбираюсь проверила все детальки сначала все детальки есть и вот так вот она нарисована как должно быть поехали дальше у нас дальше дальше что-то вот с этой леской надо делать что для чего наверное потому что когда открывается верхняя часть окна штора будет отходить от окна и под тяжестью может упасть ну не совсем понятно для чего нужна эта леска ну намотаю пока вставлю вот здесь есть дырочки в нее вставляется но в принципе ее можно и потом и куда она потом крепится вот за эти прищепки так значит и это получается как-то в эту вот тут непонятно есть тут шестеренка а здесь нету прорези неужели она так вот прям на соплях должно висеть ну не считая того что мы на липучку повесим потому что на той стороне шестеренка есть на этой стороне есть такая такая шестереночки и они входят в друг друга и нормально как бы не срывается крепеж а вот на этой но она просто висит на соплях получается шестеренки не поставляешь шестеренку зачем тогда эту шестеренкой делать в общем не поймешь ну наверно когда повесим уже закрепим на липучку тогда станет ясно как это все это пока первая моя рулонная штура в жизни разбираемся дальше 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 нам надо что-то с леской но леску я так поняла можно просунуть позже и наконечники вот эти вставить вот в эту резьбу ну как-то получается вот так не до конца и так как бы но в принципе плотненько лежит и теперь вот эти штуки куда-то надо их прикрепить внизу 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 где-то я видела а это тоже по моему на окна снизу на окна снизу вот так что получается ладно это уже мне кажется на стеклах надо смотреть вот получается я привязала верхушку и видимо сначала надо верхушку повесить а потом уже вот за эти вот низушки привязывать прикрепить их к низу как они прикрепляются к низу окна просто так прикрепляются и все то есть получается на леске эти крепежи будут друг друга поддерживать верхний с нижним так ну вот одну шторку я повесила как бы еще пока довешиваю я разобралась для чего это леской это леска держит штору для того чтобы она не шарахалась от ветра туда-сюда вот я ее так прикреплю вот так открываем и шторка ходит прямо по леске надо вторую еще леску закрепить она у меня пока висит так и вот теперь она вообще не будет немножко ходит но сейчас закреплю получше вот так она будет опускаться прямо до конца и когда окно открываешь ну открывается вместе с шторой и она не шатается ну посмотрим насколько хватит потом расскажу ну вот и все шторка готова к эксплуатации и она двухсторонняя то есть жара проходить вот сквозь эту белую штуку не должна а у нас такая жара сейчас в питере ой какое красивое небо получилось ну вот вот такой вот у нас питер сегодня ну вот две шторы я повесила среднюю не получилось повесить она очень широкая и на двухстороннем скотча на них не держится поэтому она просто упала это надо уже на шурупы шуруповертом присверливать поэтому будем вызывать мастера скоро как раз нам надо еще повесить дипломы мои и повесим еще вот эту очень широкую и вот тут средних размеров то тоже на двухстороннем скотче не выдержит пока так хоть не так жарко стало потому что эти шторы очень хорошо впитывают тепло с той стороны а сюда не пропускают жару такая вот у нас погодка в питере и то есть и Продолжение следует...